Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка заданий ФИПИ по математике. Демо-вариант 2024 года. Профильная математика. Задание номер 15. Неравенство. Решите неравенство логарифм 8х2 плюс 7 по основанию 11 минус логарифм х2 плюс х плюс 1 по основанию 11, больше и равное логарифм х, деленное на х плюс 5 плюс 7 по основанию 11. Начнем решать наше неравенство с области допустимых значений. Мы знаем, что по знаку логарифма выражение всегда положительное. 8х2 плюс 7 больше 0. Второе неравенство х2 плюс х плюс 1 тоже больше 0. И х, деленное на х плюс 5 плюс 7, тоже больше 0. Если мы начнем решать первое неравенство 8х2, величина всегда больше или равна 0 до плюс 7. То есть оно верно при любых значениях, оно всегда будет положительное. Второе неравенство, если мы выпишем х2 плюс х плюс 7 и начнем его решать, мы найдем нули квадратного трехчлена. Дискриминант будет 1 минус 28. Это будет меньше нуля. То есть у нас нет нулей. квадратичная функция ветви параболы направленной вверх, и она всегда принимает положительное значение. Поэтому второе неравенство верно тоже при любых значениях. Третье неравенство мы приведем к общему знаменателю, домножим на х плюс 5. И у нас получается тогда х плюс 7х плюс 35 поделить на х плюс 5. И все это больше нуля. То есть там осталось решить отдельно вот это неравенство. 8х плюс 35 поделить на х плюс 5, и все это больше нуля. Мы нанесем ограничение на знаменатель. Знаменатель не должен равняться нулю, то есть он не должен равняться минус 5. Ну, а дробь равна нулю тогда, когда числитель равен нулю. 8х плюс 35 равно нулю. То есть у нас х равен минус 35 восьмых. Мы выделим целую часть. Это получается сад. х равен минус 4 целых, соответственно, 3 восьмых. Чертим координатную прямую. Мы выкалываем точку из области нашей определения, когда х не равен. И, соответственно, когда знаменатель равен нулю, это минус 4 целых, 3 восьмых. И определяем знак в каждом интервале. Если мы возьмем, соответственно, левый промежуточек у от минус 6, подставим вот сюда вместо х, у нас получается тогда минус 48 плюс 35. Здесь отрицательно, здесь отрицательно. Это будет больше нуля. То есть тут плюсик. Серединочка – это минус 4,5. Вверху отрицательно, внизу положительно. Это будет меньше нуля. Ну и справа возьмем нолик. Это получается все больше нуля. Мы решаем неравенство больше нуля, поэтому наши краешки являются решением нашего неравенства. То есть областью допустимых значений у нас является промежуток от минус бесконечности до минус 5 в объединении от минус 4,3 восьмых до плюс бесконечности. Ну а теперь мы начнем преобразовывать наше неравенство. В левой части разность логарифмов. Она равна логарифму частного. У нас получается тогда логарифм 8х квадрат плюс 7 поделить на х квадрат плюс х плюс 1 по основанию 11. Больше ли равно? И здесь мы тоже приведем сразу к общему знаменателю. Мы уже это делали. 8х плюс 35 поделить на х плюс 5 по основанию 11. Мы видим, что наша функция логарифмическая, логарифм т по основанию 11, это возрастающая функция, так как а у нас равно 1, а 11 это больше, соответственно, 1. Значит, раз функция возрастающая, мы отбрасываем наши знаки логарифмы, переходим к аргументам и знак неравенства мы не меняем. 8х квадрат плюс 7 поделить на х квадрат плюс х плюс 1 больше ли равно 8х плюс 35 поделить на х плюс 5. То есть мы получили сейчас дробно-рациональное неравенство. Мы будем приводить к общему знаменателю, решать данное неравенство методом интервала. Приведем к общему знаменателю левую трубку, он домножен на х плюс 5, а правую, соответственно, домножен на х квадрат плюс х плюс 1. Знаменатель при этом мы не отбрасываем. У нас получается 8х в кубе плюс 40х в квадрат плюс 7х плюс 35 минус 8х в кубе плюс 8х квадрат плюс 8х плюс 35х квадрат плюс 35х плюс 35. Все это мы делим на х квадрат плюс х плюс 7 умноженное на х плюс 5. И все это больше или равное 0. Выполним тождественные преобразования. У нас получается тогда 8х в кубе плюс 40х в квадрате плюс 7х плюс 35. Раскрываем скобки. Это будет минус 8х в кубе. 8х в квадрат плюс 35х в квадрат. Это будет 43х в квадрат, значит, будет минус 43х в квадрате. 8х плюс 35х. Это будет 43х, значит, минус 43х. И минус 35. Делим на наш знаменатель х в квадрат плюс х плюс 7 умноженное на х плюс 5. И все это больше или равное 0. 8х в кубе минус 8х в кубе у нас взаимно уничтожается. 35 минус 35 у нас взаимно уничтожается. 40х в квадрат минус 43х в квадрат. Это будет минус 3х в квадрате. Далее 7х минус 43х. Это будет минус 36х. И, соответственно, мы делим на наш знаменатель. х квадрат плюс х плюс 7 мы умножаем на х плюс 5. Больше или равное 0? Мы поделим все на минус 3. Тогда знак неравенства мы поменяем. Получится х квадрат плюс 12х поделить на х квадрат плюс х плюс 7 умноженное на х плюс 5. Тогда это все будет меньше или равное 0. Теперь пропишем. Решим неравенство методом интервала. Для этого мы рассмотрим функцию. Первое. Рассмотрим функцию у равное х квадрат плюс 12х поделить на х квадрат плюс х плюс 7 умноженное на х плюс 5. Область определения нашей функции мы наносим ограничение на наш знаменатель. То есть х квадрат плюс х плюс 7 не равно 0. И х плюс 5 не равно 0. Первое уравнение мы уже решали. То есть получается, что х не равен минус 5. Далее мы найдем нули функции. Дробь равна 0 тогда, когда числитель равен 0. То есть х квадрат плюс 12х равно 0. Вынесем х за скобку. В скобочках будет х плюс 12 равно 0. То есть у нас получается, что х равен 0 и х равен минус 12. Чертим нашу прямую ню. Откладываем точки из области определения. Это выколота точка минус 5. Дальше у нас соответственно нули функции. Это точка минус 12 закрашена. И точка 0. У нас получились промежутки. И мы определяем знак в каждом промежутке. Берем у от минус 13. Единственное, что мы вынесем здесь х за скобку, чтобы легко было определять знаки. Знаменатель мы перепишем. Причем первый множитель в знаменателе всегда принимает положительные значения, потому что у него дискриминант отрицательный. Получается следующее. Минус 13. Это будет минус, минус. Здесь будет плюс, здесь будет минус. Нечетное количество минусов – это минус. Возьмем у от минус 6. Получается минус плюс. Это плюс, это минус. Это будет больше нуля. Возьмем у от минус 1. Это будет минус плюс. Плюс, соответственно, плюс. Это будет меньше нуля. И возьмем у от единицы. У нас все получается положительное. Мы решаем неравенство меньше или равное нуля. Вот что у нас получилось. Но при этом у нас еще есть область допустимых значений. Мы чертим прямую строго под нашим решением. Точку минус 5 мы выкалываем. Показали. И у нас еще, соответственно, минус 4,3 восьмых. Лежит она у нас вот здесь. Наша точечка минус 4,3 восьмых. И мы ушли в правую сторону. Система – это пересечение. Поэтому мы находим пересечение наших промежуточков. То есть там, где штриховки, лежат сразу на двух прямых. Получается, это вот здесь, соответственно, и вот здесь. Значит, наш ответ в решении данного неравенства – это промежуток от минус бесконечности до минус 12. Минус 12, соответственно, у нас в квадратной скобке в объединении от минус 4,3 восьмых до нуля. Ноль тоже в квадратной скобке. Из-за решения данного неравенства вы получаете максимально 2 балла, чего я вам желаю.